Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Чернявская. Гаражная амнистия – это один из новых механизмов оформления прав на недвижимость, который был запущен в сентябре позапрошлого года. Он был разработан для того, чтобы вывести из тени фактических собственников гаражей и побудить их оформить право собственности официально. Итак, гаражная амнистия – правила и порядок оформления постройки в 2023 году. Поговорим сегодня об этом с моим гостем в студии Дмитрий Наумов, заместитель директора филиала публично-правовой компании «Роскадастер» по Самарской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, тема сегодняшнего разговора с вами заявлена. Давайте мы на нее поговорим. Как раз вот в сентябре будет два года с момента, как начала действовать так называемая гаражная амнистия. Буквально на прошлой неделе в правила ее применения были внесены некоторые дополнения. Расскажите, пожалуйста, в чем суть законодательных нововведений? Конечно, в первую очередь, кто ими может воспользоваться и что для этого потребуется? Действительно, гаражная амнистия у нас работает уже почти два года. Правила ее за это время несколько устоялись, стали понятны, начали применяться гражданами в своей деятельности, в оформлении прав на имущество. В чем суть самые общие этих правил? Если у нас гражданин имеет какой-либо документ, подтверждающий, что ранее ему или организации, в которой он работал, выделялся земельный участок или предоставлялась возможность строительства гаража, он имеет право бесплатно оформить свою собственность, как этот земельный участок, на котором гараж расположен, так и сам гараж. Для этого не потребуются какие-то специальные разрешения. Необходимо обратиться в орган местного самоуправления, представив пакет документов, включающий, собственно, вот этот документ, подтверждающий, что ранее имущество ему распределялось, и технический план на гараж, и межевой план земельного участка. Какими документами можно подтвердить? Вот самый такой распространенный вопрос. Среди документов можно отметить очень широкий спектр различных вариантов. Это и технический паспорт на гараж, подтверждающий, что он был создан до 2004 года, и квитанция об оплате коммунальных услуг, и договор технологического присоединения, по которому эти услуги начинают предоставляться, и, собственно, сами землеотводные документы, так называемые, решение собрания представителей коллектива, например, если гараж распределялся коллективом завода, либо решение Совета народных депутатов, вот еще с старых пор, до постановления отвезти конкретному гражданину земельный участок для возведения им гаража. Вот очень широкий массив таких документов, причем он на региональном море не может еще и расширяться. Ну и, наверное, здесь стоит напомнить, что это только капитальные строения, а если это капитальные строения, то, как правило, есть еще и электричество, и даже элементарные счета за свет, оплаченные, разумеется, это тоже является подтверждающим документом, что именно этот гараж, твоя собственность, и ты можешь ее оформить официально. Конечно, это основополагающий момент, такой краеугольный камень. Правилом гаражной амнистии можно воспользоваться только в отношении капитальных гаражей, соответствующих признакам недвижимой вещи. То есть гаражи, ракушки под нее не попадают. Так, железные гаражи, разумеется. Металлические гаражи, да, тоже под эти правила не попадают. Еще один важный момент, это не только капитальность самого гаража, но и дата его создания. Он должен быть создан до введения в действие градостроительного кодекса Российской Федерации, то есть до 30 декабря 2004 года. Вот при соблюдении этих правил ничто не мешает гражданину обратиться в муниципалитет, причем если первую подготовительную работу проведет он сам, то уже юридическим оформлением будет заниматься орган местного управления. На него возлагается обязанность подать заявление о регистрации прав на земельный участок, о кадастрном учете, регистрации прав на гараж. Так, но это мы сейчас напомнили основные правила. А в чем же касается нововведения? Есть такое, знаете, поверье, да, что любой законодательный акт должен какое-то время поработать, необходимо посмотреть, как он работает, накопить пул вопросов, который потребует своего урегулирования. Опыт реализации, опять же. Вот у нас прошло два года, и, собственно, стало понятно, что еще необходимо доурегулировать. Буквально на прошлой неделе был принят федеральный закон о гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В целом он касается регулирования самого статуса, порядка деятельности, создания и функционирования гаражных объединений, тех самых гаражно-строительных кооперативов, в какой форме они существуют, кооперативы, товарищи-собственников недвижимости и так далее. Но затрагивает также и некоторые вопросы оформления прав на недвижимое имущество. Из важного, вот что надо сказать. Впервые у нас появилось понятие гаража на уровне федерального закона. Удивительное дело, но ранее никогда на таком высоком уровне понятия, что такое гараж, не было. Теперь закон говорит у нас, что гаражом является исключительно нежилое здание, предназначенное для хранения автотранспортного средства. Кроме того, он оговаривает закон у нас теперь, что гараж может иметь подвал. Наверное, вот у меня... В простонародье погреб, да? Да, скорее всплывает в голове погреба, да, вот все гаражи, где в уголочке есть лук. Яма автомобильная. Да, и еще он может иметь один надземный этаж, помимо самого гаража. Это тоже такая распространенная достаточно история, когда у нас предполагалось, что гаражи могут быть исключительно одноэтажными, а наверху может быть кладовка, бытовка, что-то такое, что гражданин также использует. Вот теперь все это попадает под понятие гаража. Под понятие гараж. Ну вот меня, знаете, зацепила ваша фраза, когда вы сказали о том, гараж предназначен для хранения автомобиля. Ну, простите, есть такие случаи, когда и автомобиля нет, а гараж есть. Так что же, получается, его нельзя будет оформить? Тут вопрос скорее в предназначении, не в фактическом использовании, а целевое назначение, да? Может не быть машины, но цель хранения в ней, да, поставлена перед собой задача, когда-то приобрести машину и хранить ее там, она должна быть соблюдена. Хорошо. Продолжает также действовать и дачная амнистия. Давайте напомним о правилах, которые действуют сейчас для граждан, которые также хотят оформить дачу в собственность. Я бы поделил дачную амнистию на две части, на самом деле, да. Одна это классическое ее понимание, дачная амнистия, к которой многие уже привыкли. Она продолжает действовать, действительно, предполагает, что дачную недвижимость, жилые или садовые дома можно оформить в собственность на земельных участках, предназначенных для садоводства, для ведения личного подсобного хозяйства, границах населенного пункта и для индивидуального жилищного строительства. Для этого не требуется никаких документов, ни разрешения на строительство, ни уведомления органа местного самоуправления. Достаточно обратиться к кадастровому инженеру, который на основании подготовленной будущим собственником декларации, самостоятельной им заполненной, подготовит технический план, с которым ты обратишься в органы регистрации прав. Твое право на дом, садовый, жилой, будет зарегистрировано. И вторая часть – это новые правила, Росреестр обозначил ее как дачная амнистия 2.0. По правилам очень похоже на гаражную амнистию собственную, это ее развитие следующее. Это возможность оформить собственность земельные участки, занимаемые домами, которые ранее считались самостроями, были построены на земельных участках при отсутствии каких-либо разрешающих документов, при отсутствии документов, подтверждающих право на земельный участок. Вот теперь появляется возможность их оформить. Самозахват так называемый. Нет, это не самозахват. Это не самозахват. Ровно те же правила, что и в гаражной амнистии. Нужно подтвердить, что строительство этого дома было как-то согласовано. Есть квитанция в оплате коммунальных услуг, тебя подключили к коммуникации, есть решение об отводе, либо решение о разрешении строительства дома. Но документов на землю нет. Вот так сложилось, как быть, собственник не может оформить право на дом, если нет права на землю. Дачная амнистия 2.0 – это позволяет. Вот правила ровно те же. Единственное отличие – другой отекательный срок. Такой дом должен быть построен до 14 мая 1998 года. Почему выбрана эта дата? Это дата вступления в силу Первого градостроительного кодекса Российской Федерации. Я так полагаю, что если вносятся изменения и дополняется законодательство в части гаражной и дачной амнистии, то сроки пока не ограничены для граждан, которые могут воспользоваться и гаражной, и дачной амнистией. Сроки ограничены. Сроки установлены, они существуют. Для гаражной амнистии это 1 сентября 2026 года. Для дачной амнистии 2.0, если мы говорим про новые правила, срок ограничен 1 марта 2031 года. Но по классической дачной амнистии мы много раз видели, как их продлевали. И сейчас вот эти общие правила для садовых и жилых домов, они бессрочные. Их можно использовать всегда. Скажите, пожалуйста, а может быть есть такая статистика? Вот за эти два года сколько граждан в Самарской области успело уже воспользоваться благами гаражной амнистии? Вот конкретно по Самарской области данных не приведу. Обладаю информацией по всей территории Российской Федерации. С момента начала применения гаражной амнистии оформлено уже 225 тысяч объектов. Там есть градация, порядка 80 тысяч это именно гаражи. И 140, 145 тысяч, 142 тысячи это земельные участки, на которых гаражи расположены. А как вы полагаете, это какие цифры? Серьезные или есть к чему стремиться? Безусловно, есть к чему стремиться, потому что статистику эту я изучал. И обращает на себя внимание тот факт, что если за первый год применения закона количество было меньше, то по мере его внедрения действия увеличилось. Там пропорциональный рост в 2022 году, количество обращений было значительно больше. Я думаю, тут пик роста не достигнут еще и к 26-му году мы только к нему выйдем. Вы знаете, хотелось бы сейчас еще спросить вас о публичной кадастровой карте. Вот недавно одна моя знакомая столкнулась с продажей дачи и у нее попросили кадастровый номер. Вообще, нужно ли его и можно ли его говорить, озвучивать при продаже дачи? И где можно его узнать как собственникам, так и тем людям, которые интересуются объектами недвижимости? – Безусловно, нужно и можно. Причем можно правообладателю, продавцу, а нужно, очень нужно, прям кровно нужно, я бы даже сказал, покупателю знать эту информацию. Так как кадастровый номер – это уникальный идентификатор, который позволяет определить, что именно эта вещь тебе продается. Определить ее характеристики, закрепленные на нормативном уровне. – Как его найти? – Вы правильно говорите, один из инструментов – это публичная кадастровая карта. На ней содержится информация о всех объектах, можно по адресу примерно определить место расположения потенциальное и, буквально тыкнув в конкретную точку пространства, узнать, какой объект недвижимости здесь расположен. Еще один вариант – это второй сервис Росреестра, доступный на сайте ведомства, это справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн. Видеоадрес объекта, если ты его знаешь, он также даст информацию не только о кадастровом номере, но еще и некоторые обобщенные данные. Категория земель, разрешенное использование, площадь и так далее. – А кадастровый номер объекта – это гарант чего? – Это гарант того, что объект недвижимости поставлен на государственный кадастровый учет, что его характеристики описаны, что он не изменится в ходе твоей продажи, покупки этого имущества. – Спасибо. Продолжаем разговор. Оформив право на недвижимое имущество, владельцы, конечно, также и приобретают право платить налоги. И земельный налог, и налог на имущество сегодня рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Скажите, пожалуйста, как собственник может ее узнать, ну и, соответственно, как она рассчитывается? – К слову говоря, и публичная кадастровая карта, и справочная информация по объекту недвижимости в режиме онлайн, в перечне информации о конкретном объекте, даст информацию о кадастровой стоимости, его актуальной. Если требуется получить официальный документ, который содержит эти данные, то необходимо запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости. Она бесплатная, предоставляется абсолютно любому лицу. Более того, стоимость можно запрашивать на определенную дату. Если нас не интересует текущая, а трехлетней давности стоимость, ее тоже можно узнать. Это можно указать в запросе, и такая информация будет предоставлена. Например, это актуально бывает при оформлении наследственных прав, так как на дату смерти наследодателя нужно знать данные о стоимости имущества. Рассчитывать стоимость чисто математическими методами – это довольно сложный процесс. Для этого проводится государственная кадастровая оценка, ее проводит специальное учреждение Самарской области, Центр кадастровой оценки. Роскадастр для них готовит информацию, формирует перечень объектов, включая их характеристики, важные для определения стоимости, и передает эти данные для проведения государственной кадастровой оценки. Учреждение проводит оценку, и она утверждается органами исполнителями власти Самарской области. У нас это Министерство имущественных отношений. Ну, кадастровая оценка и рыночная оценка – вещи разные. Приближенные ли они на сегодня друг к другу? И все-таки как лучше оценивать свою недвижимость при продаже, покупке ваш профессиональный совет? – Необходимо делить в зависимости от цели. Дело в том, что в ряде случаев нормативно закреплено, что имущество может отчуждаться, приобретаться только по кадастровой стоимости. Например, это случай аренды земель, находящейся в государственной муниципальной собственности. Самарская область, либо городской округ Самары, предоставляя земельный участок в аренду, руководствуется только кадастровой стоимостью. Определенный процент от нее является ставкой арендной платы. То же самое касается и налогов. При продаже имущества, наверное, все-таки стоит руководствоваться рыночной стоимостью. Но должен сказать, что вот сейчас, наверное, мы у нас на территории Самарской области наиболее максимально приближены к тому, чтобы кадастровая стоимость соответствовала рыночной. Так как последние оценки были проведены не так давно. Вот, кстати, по поводу кадастровой оценки. В прошлом году как раз в регионе прошло очередной государственной кадастровой оценки. И новую стоимость получили еще и земельные участки. Скажите, сколько объектов подвергались оценке? И какова вообще роль Роскадастра в данном процессе, о котором мы сегодня говорим? Действительно, в прошлом году у нас оценивали земельные участки. Это был первый случай, когда оценивали земельные участки всех категорий абсолютно. Это и земли населенных пунктов, и земли сельхозназначения, и водного фонда, и земли промышленности. В совокупности мы, как Роскадастр, сформировали перечень объектов таких. В него попало 1 миллион 385 тысяч земельных участков. Это все земельные участки на территории Самарской области практически. Передали эти данные для оценки, и Центр кадастровой оценки их рассчитал. После расчета, утверждения, результатов Министерства научных отношений, они снова поступили к нам. Эти данные были внесены в реестр, и теперь любой заинтересованное лицо может их узнать, воспользоваться этими данными. А вот, кстати, по поводу заинтересованных лиц и владельцев. А если они не согласны с оценкой кадастровой стоимости, считают ее завышенной или, наоборот, заниженной, что делать? Есть законодательный механизм, как ее можно оспаривать. Главный мотив оспаривания – это установление кадастровой стоимости в размере рыночной. К сожалению, массив огромный, оценки применяют сравнительные методы для оценивания, сопоставления. Но как не бывает двух одинаковых людей, так и не бывает двух одинаковых участков, по сути. И поэтому очень часто даже два похожих объекта могут иметь разную рыночную стоимость. Вот чтобы установить кадастровую стоимость в размере рыночной, сегодня у собственников есть два варианта. Первое – это обращение в суд, второе – в специальную комиссию. Комиссия действует при Министерстве имущественных отношений, рассматривает эти вопросы и, в общем-то, без проблем устанавливает кадастровую стоимость в размере рыночной. Быстрее, надежнее, удобнее? Абсолютно. Альтернативно. Не требуется предварительное обращение в комиссию перед судом. Досудебный порядок тут не является обязательным. Что удобнее? То есть туда и туда одновременно можно? Одновременно не нужно, скорее, я бы сказал. Нужно выбрать один удобный для себя вариант и им воспользоваться. Пакет документов практически идентичный. В том и другом случае потребуется отчет об оценке, чтобы понять, какая рыночная стоимость. То есть надо представить документ, который подготовит оценщик и скажет, что рыночная стоимость объекта такая. Вот, кстати, сколько можно жить, не задумываясь о возможном изменении кадастровой оценки и когда должна быть проведена очередная переоценка? 2022 год у нас стал годом оценки земельных участков. Причем он стал таким не только для Самарской области, а для всей России. Это нормативное требование, которое было закреплено в законе. У нас установлены единые периоды. Вот, 2022 год, это вся земля оценилась. 2023 год текущий проходит оценку объекта капитального строительства. Тоже сейчас этот процесс идет. 2 миллиона 245 тысяч, насколько я помню, объектов мы передали данные для оценки. Это здания, сооружения, помещения, все квартиры, машиноместа и объект незавершенного строительства. В этом году они будут утверждены. И далее оценка по общему правилу должна проводиться через 4 года после проведения предыдущей. Соответственно, для земли это будет 2026 год. Для объекта капитального строительства мы должны ориентироваться на 2027 год. То есть есть еще время? Да. Вполне. Ну и в нашем разговоре не могу не спросить я вас о Едином государственном реестре недвижимости и сведениях об административных границах, то есть о границах Самарской области с другими регионами, которые наполняются и муниципальными образованиями, населенными пунктами. Скажите, пожалуйста, каковы результаты этой работы? Ну и, конечно, давайте напомним, в чем цель, собственно, ее проведения. Цель очень простая. Цель создания полного и точного реестра. Это основополагающая задача, да, она реализуется Росреестром в рамках государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных». Самарская область попала в число пилотных субъектов, где она реализуется. Уже с 2024 года у нас должна заработать национальная система пространственных данных. Она объединит в себе данные всех реестров возможных. Это и лесной реестр, реестр федерального имущества, водный реестр и единый государственный реестр недвижимости, как база всех сведений. Вот для того, чтобы данные были максимально полными, достоверными и непротиворечивыми, необходимо внести в реестр в том числе данные об административных границах, о границах населенных пунктов, муниципальных образований, границах Самарской области с другими регионами, о территориальных зонах. Эту работу, она продолжительное время ведется, и у нас достаточно неплохие результаты. Если говорить о муниципальных образованиях, то 100% границ внесены в реестр. Все 342 муниципалитета у нас данные передали, они внесены в реестр и отражены. Населенные пункты приближаются к 85%. В абсолютных цифрах это 1124 из 1333 населенных пунктов, которые есть у нас в регионе. Если говорить о границах Самарской области с другими субъектами, у нас три четверти границ внесено. Самарская область с границами с четырьмя субъектами, и пока в работе остается только участок границ с Оренбургской областью. Все остальные уже отражены в реестре. А вот владельцам, которые как раз попадают в зоны особыми условиями использования, на что нужно обратить в первую очередь внимание? Вообще стоит ли как-то беспокоиться, зная, что твой участок находится как раз на границе с этими особыми зонами? Зона с особыми условиями – это совершенно отдельный пласт, которому действительно нужно уделять большое внимание, так как любая зона накладывает определенные ограничения, устанавливает особый режим использования. Всего земельный кодекс выделяет 28 видов зон таких. Для нас, для всех привычных, это охранная зона линии электропередач, газопроводов и так далее. На самом деле их намного больше. Вот земельный кодекс все систематизировал и определил. Глобально цель установления зон я бы поделил на две части. Первая – это охрана окружающего мира от вредного воздействия зоны образующего объекта. Ну, например, те же самые газопроводы. Нужно понимать, что это опасный производственный объект. В случае аварии на нем повреждения могут быть достаточно большие. И обратная ситуация – это охрана самого зона образующего объекта от негативного воздействия человека. Вот самый показательный, на мой взгляд, это водоемы. Там устанавливаются абсолютно все виды зон. Если мы возьмем реку, озеро, ручей – это природный объект в первую очередь. Он определяет то, как выглядит вокруг природа, что растет, кто живет, какая деятельность там ведется. Его, естественно, нужно охранять. Для этого устанавливаются водоохранные зоны. В этих зонах нельзя вести определенную деятельность. С другой стороны, все мы знаем, что сезонами реки у нас разливаются, половодие может нанести большой имущественный ущерб. В этой связи в отношении водоемов устанавливаются зоны затопления и подтопления, в которых, например, нельзя строить жилье, потому что ущерб может быть чрезвычайно большой. Вот оба варианта в отношении одного объекта действуют. А как вот эти сведения попадают в реестр? Они попадают в рамках взаимодействия с уполномоченными органами власти. Если мы говорим о природных объектах, это Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды или природопользования, либо Федеральное агентство водных ресурсов. Они проводят работу по описанию границ, установлению этих зон, передают данные в Роскадастер. Это чисто полномочия нашего ведомства. Мы проверяем представленные документы, вносим сведения. После этого их также можно увидеть на публичной катастрофной карте, запросить выписку, чтобы увидеть все объекты, попавшие в конкретную зону. Но ведь не все участки попадают в зону подтопления. Я здесь к тому, что как же стремление людей купить дачу или дом рядом с водоемом и жить, наслаждаясь ежедневным прекрасным пейзажем? Тут главное – это соблюдение золотой середины. Правила, они установлены, отступы от водоемов определены, в зависимости от полноты его, 200 метров, либо другие. И что не мешает отступать от этого. Более того, в водоохранной зоне жилые дома могут располагаться. Ну, а насчет половодев – это вопрос, конечно, более сложный. К матушке природе. Да. Ну что же, подводя итог нашего сегодняшнего разговора, чтобы вы выделили в главное, о чем нужно помнить жителям, напомнить жителям также. Ну и, наверное, все-таки стоит еще сделать акцент на том, что пока есть возможность воспользоваться гаражной и дачной амнистией, нужно это непременно сделать. На самом деле, да, это самое главное, о чем хотелось бы сказать. У нас предусматривается много льготных условий оформления прав на имущество. Это и гаражная амнистия, и дачная амнистия. Собственно, само слово «амнистия» предполагает отступление от общего порядка в сторону упрощения. Пока они действуют, ими целесообразно воспользоваться. Преследует эта цель, в первую очередь, защита имущественных прав. Если у нас нет прав на гараж, ведется строительство дороги. Да, может потребоваться изъятие земельного участка и снос гаража. Но если право на него не оформлено, то это… То есть актуален еще фильм «Гараж», да? Это строительный мусор, по сути, а не твое имущество, которым ты пользуешься 20 лет. Его уберут, и никаких компенсаций ты не дождешься. В случае, если твои права оформлены, ты защищен, ты всегда имеешь право требовать как минимум адекватного возмещения. Ты можешь его подарить, наследовать, продать, иным образом распорядиться, снести, в конце концов. Ну что же, спасибо вам большое за ваши компетентные ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город ЭС». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова